Приветствую вас, уважаемые товарищи! Вы на канале поддержки Павла Николаевича Грудинина. Сегодня мы поговорим о том, как начинали свою предвыборную гонку впервые Грудинин и Путин. Проведем параллели с тем, чем занимались, что говорили и как их освещали в СМИ. Чем занимались до выборов? Путин занимался привлечением иностранных инвестиций и развивал сферу туризма. При нем открыли Дрезднер Банк, глава ФСБ в 1998 году и далее по списку приближенных к президенту Чинов. У него большой опыт в связях с иностранцами, но никакого практического опыта не было с обычными гражданами страны. Грудинин был инженер-механиком в совходе, далее заведующим механической мастерской, далее замдиректором и директором совхода. После его директорства его совхоз всегда числился лучшим сельхозпредприятием России, был депутатом по экономической и инновационной отрасли, отлично знает экономику и инженерное дело, поэтому большой опыт в связях с сельскохозяйственной и промышленной отраслью. Но нет практического опыта с иностранными государствами вне этой отрасли. Вывод. Путин зарекомендовал себя как отличный привлеченец иностранцев и инвестиций, а Грудинин как один из лучших менеджеров России. Что говорили до выборов? 25% избирателей Путина, которые участвовали в опросе ФОМ, сказали, что им нравилась в Путине жесткость, сильный характер, смелость и активность. О деловых качествах говорили 17% опрошенных. 15% за молодой возраст, 13% за открытость и общительность, 11% за честность, 11% за образованность. Остальные 8% не хвалили его, а говорили, что он слишком слабохарактерный и мягкий. Сейчас избирателем Грудинина он нравится за то, что он человек дела. Это во-первых. Всегда он добивался своего благодаря напряженному труду и посвятил почти всю жизнь своему совхозу и его людям. Во-вторых, он человек от народа. Обычный человек, живущий с такими же обычными людьми. В-третьих, его успехи и результаты. В-четвертых, его идеология и социализм. В остальных же случаях он импонирует всем за то, что его боятся в Кремле. Вывод. За Путина выбирали в основном те, кто был за его внешние факторы. За Грудинина выбирают в основном те, кто восхищается его делами. Как освещают СМИ. В то время СМИ не имело такого резкого характера. И очень трудно было накопать на кандидата компроматы. Это сейчас все есть в интернете, в открытом доступе. А на то время надо было копаться в архивах, чтобы найти хотя бы какие-то грязные дела. Плюс Ельцин сделал его своим преемником за хорошую работу в вовлечении иностранных денег в Россию. Поэтому в тот момент о Путине не говорили ничего плохого. Это сейчас вы можете найти множество разоблачений про нынешнего президента. Но о них лишь знают несколько процентов россиян. Ведь этого никогда не покажут СМИ при Путине. К сожалению, Грудинину гораздо тяжелее в нынешнее время, так как он очень неудобный кандидат для нынешней власти. Поэтому против него сейчас льется столько грязи. И СМИ при Путине, наверное, самые лживые среди других цивилизованных государств. Помимо того, что на него делают ролики с клеветой, так их еще широко освещают в телевидении, что совсем не красит нынешнюю власть. Вывод. В первый срок Путина никто не мог накопать на него компромат. Так как в то время это было сложно сделать. Сейчас компроматов куча, не говоря уже о тех, которые скрывают. Но при Путине это не показывают по телевидению и не освещают других СМИ. Павел Грудинин попал под раздачу. Именно потому, что в Кремле забеспокоились его рейтингом. И решили снижать его до последнего дня. Поэтому нашлось много компроматов. И жаль, что обычный россиянин поверит им. Даже не догадываясь, что ему нагло врут. Что мы можем сделать из этих выводов? Путин имеет отличный опыт взаимодействия с другими государствами. Выбирали его по одежке, а в СМИ о нем плохо не говорили. Грудинин имеет отличные знания и практический опыт в экономической сфере. Выбирает его за дела, а в СМИ о нем распространяют ложь. Из этого следует, что в то время людям нужна была связь с миром. И молодой президент с хорошими дипломатическими данными. Сейчас людям нужна уверенность внутри страны и обеспечение благоустройства самих граждан. А эта внешняя политика уже всех достала своей бесконечной болтовнёй. И пока они там болтают и решают пустые вопросы, у кого лучше жить в Украине или России, обычные люди в России голодают и погибают. Если смотреть на результаты правления 18 лет, то с такими возможностями и богатствами, как в России, Путин ухудшил позицию России как во внешней, так и во внутренней политике, сделав своих граждан нищими, а Россию государством уровня Монголии. За 20 с лишним лет правления своим мини-городом Грудинин без возможностей и без богатств, даже при нынешней власти, которая так любит душить предприятия, он отстроил лучшее место с лучшими условиями для людей, в которых нет аналогов в России. И это о чём-то договорит. Всего вам хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok